Рад приветствовать! Меня зовут Александр, и на этот раз перед вами ролик, в котором мы с вами рассмотрим вопросы касаемо экзамена по электробезопасности. Он же именуется проверкой знаний по охране труда при эксплуатации электроустановок. Проводится он по книжке вот с таким названием. Обложка, может быть, и другой. Ролик в первую очередь предназначен для начинающих киповцев, а также для студентов профтехучилищ. Вторым он даст некое представление о том, что ждет их при вступлении в ад производства, а также позволит пройти первый его круг бессильных ожогов. Экзамен, о котором идет речь, ежегодный, поэтому не стоит думать, что все будет как в ПТУ. Сдал один раз и забыл. На серьезном производстве вам в любой момент может потребоваться дать ответ на вопрос, связанный с электробезопасностью. Так что, товарищи студенты, если вы планируете работать где-нибудь на электростанции, то рекомендую прямо вот уже вот сегодня начинать с этой книжкой спать. Чем раньше начнете, тем проще вам будет войти в колею при устройстве на работу. Блин, помню, каким кошмаром для меня была подготовка к первому экзамену по электробезопасности. Когда ты читаешь все это и нифига не понимаешь, потому что ни разу не сталкивался в офлайн. Ну, вы не волнуйтесь, я помогу вам заложить фундамент понимания, благодаря которому при самостоятельном изучении этих правил мозг у вас уже не будет съезжать на бекрень. И на вторую группу вы точно сдадите. Говорить буду упрощенно, стараясь избегать сухих формулировок. Итак, поехали. Правила эти распространяются на три вида персонала. На электротехнический, на электротехнологический и неэлектротехнический. Электротехнический персонал это те, кто заставляет все вот это вот работать. То есть электротехники технику монтируют, обслуживают, чинят. А вот электротехнологический персонал занимается тем, что использует электричество в своей технологии производства. Неэлектротехнический персонал тоже может ошибаться в электроустановках. Но их обязанности далеки от прямого контакта с электричеством. Например, это секретарь начальника электростанции или же менеджер по чистоте. К особенностям пудрения мозгов всей этой компании относится то, что работодатель вправе установить местные, более жесткие требования, чем они изложены здесь. С той лишь оговоркой, что его выдумки федеральным правилам противоречить не должны. Электроустановка. Что же это такое? На производстве, по сути дела, это все. То есть, если, например, у вас стоит шкаф, а в нем горит лампочка, то все, это уже электроустановка, поскольку в нем электрическая энергия преобразуется в световую. И, по сути дела, электроустановкой называется все то, где с электричеством хоть что-то происходит. То есть, где оно что-нибудь вертит, греет, освещает, меняет свое напряжение, распределяется на несколько источников и так далее. Кроме того, к электроустановкам относится еще и то здание, в котором она установлена. Разберем сразу, что такое действующая электроустановка. Таковой называют электроустановку, которая либо уже находится под напряжением, либо напряжение на нее может быть подано путем совершения простого действия. То есть, если кто-нибудь нажмет кнопку, повернет рубильник или включит автомат. Для того, чтобы электроустановку перевести в разряд недействующих, нужно физически отсоединить от нее кабели или шины, заизолировать их и заземлить. То есть, произвести действия, не позволяющие подвести обратное напряжение на раз. При электроустановке положено держать испытанные защитные средства. Например, это диэлектрические перчатки. Не вздумайте назвать их на экзамене резиновыми. А также здесь полагается держать и средства медицинские, позволяющие оказать первую медицинскую помощь. Допущенные к работам в электроустановках специалисты должны быть специально обучены и медицински осмотрены. Мы, как электротехнический персонал, обязаны знать устройства электроустановок, обязаны знать, как безопасно работать в электроустановках, и знать то, как спасти человека, если он попал под действие электричества. В качестве наличия у нас всех этих знаний, нам должно быть выдано удостоверение, которое полагается таскать с собой. В том же самом удостоверении, кроме группы по электробезопасности, указывается и то, если у нас есть право на выполнение специальных работ. К специальным работам относятся верхолазные работы. Это когда что-либо делается на высоте выше, чем 5 метров от границы перекрытия. Работы под напряжением. Это когда мы какими-нибудь штуками прикасаемся к таковедущим частям, с которых напряжение не снято. И работы под наведенным напряжением. Это когда электроустановка вроде отключена, но из-за находящегося рядом работающего оборудования, напряжение на ее таковедущей части наводится по закону электромагнитной индукции и составляет больше 25 вольт. Пять раз по пять. Далее. Есть такая заковыка. Оперативно-ремонтный персонал и оперативный. Это огромный источник споров, разночтений и трактовок в свою пользу. Но здесь мы не будем это углубляться. Давайте просто сдадим экзамен. Запомните следующее. Оперативно-ремонтный персонал наделен большими правами и обязанностями, чем оперативный, потому что у первого название длиннее. За оперативно-ремонтным персоналом электроустановки закрепляются, и он обязан их обслуживать. Но к работе он приступает только после того, как оперативный персонал подготовит для них рабочее место. То есть снимет напряжение, вывесит плакаты, установит заземление. Оперативники, они вроде как спецназовцы. Наносят ударщики тут там, тут тут, что-то по мелочи такое могут починить. А мы, оперативно-ремонтный персонал, это царица полей, пехота, которая основательно приходит на закрепленные зоне позиции и начинает тут все курочить. Кстати, касаемо группы по электробезопасности, у оперативников она должна быть как минимум третья. Именно это и дает им право единолично все это наше электробарахло осматривать. При осмотрах разрешается открывать двери щитов, пультов и сборок. Когда будете отвечать, упомяните, что все эти щиты, пульты и сборки должны быть закрыты на замок. А ключи от этих замков должны храняться у оперативников в запираемом ящике. Далее, вы должны знать, что правила разрешают в электроустановках с напряжением до 1000 вольт приближаться к таковедущим частям на сколь угодно малое расстояние, лишь бы при этом не было прикосновений. В электроустановках от 1000 вольт до 35 киловольт правила разрешают приближать себя, а также инструмент на расстоянии не ближе, чем 60 сантиметров. Думаю, что про остальные величины напряжений и расстояний допустимых у вас не спросят на вторую группу, но могут спросить другое, и об этом лучше упомянуть самому. В электроустановках любых напряжений запрещается работать в согнутом положении так если в случае вашего выпрямления расстояние между вами и неогражденными таковедущими частями под напряжением окажется меньше допустимого. То есть, если у вас вот там находится шина 6 киловольт, то это не значит, что под ней можно в присядку работать. Иначе можно забыться, непроизвольно выпрямиться и уехать ногами вперед. Поэтому здесь нужно устанавливать изолятор. И еще, если рядом с вами имеются неогражденные таковедущие части, находящиеся под напряжением, то нельзя располагаться так, чтобы они были по обеим сторонам от вас, а также сзади от вас. Иначе так забылся, отклонился и попал. Еще, скрытие экзаменатора о том, что рабочее место должно быть хорошо освещено, без слепящего воздействия. Ну, я здесь прям-таки чувствую, как матерые кипарюги и электрики хохочут. Но сказать об этом на экзамене нужно. Один из любимых вопросов экзаменатора, что такое коммутационный аппарат. Если коротко, то это общее название всех рубильников, пакетных выключателей, автоматов и всего этого прочего. То есть, всяких штуковин, которые позволяют подавать напряжение на таковедущей части и снимать его с них. В эту же кучку идет вопрос о предохранителях. Можно ли снимать их и устанавливать под напряжением? Верный ответ здесь. В силовых цепях можно, когда нет нагрузки. А во всяких вторичных цепях, то есть, это различная релейная автоматика, цепи контроля, измерения и так далее, там можно даже и под нагрузкой. Потому что ток небольшой, поэтому там не будет сильной дуги. Добрались мы до нарядов распоряжений. Вообще, работы в электроустановках могут проводиться по трем основаниям. По наряду, который еще называют наряд-допуск, по распоряжению и согласно перечне работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации. Вот с последнего и начнем. Работа с электричеством дело серьезное. Поэтому большую часть связанных с ним работ нельзя хвататься делать только потому, что тебе или твоему начальнику приспичило. Все должно быть строго подготовлено и, кроме того, строго на бумаге оформлено. Поскольку от верности выполненных действий по подготовке рабочих мест зависит жизнь работников. Но, несмотря на серьезность, все же признается, что есть некоторые мелкие, относительно безопасные работы, которые окутывать сложной процедурой их разрешения даже как-то смешно. Поэтому в правилах существует специальный перечень таких относительно безопасных работ, которые могут выполняться без строгой процедуры их подготовки. Например, к таким работам относятся снятие и установка электросчетчиков, приборов и другое. Причем правила указывают, что исходя из местных условий руководители организации могут этот перечень по своему усмотрению дополнять, при этом не забывая указывать в своих местных перечнях какие работы можно выполнять единолично. Особенность работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации в том, что они согласно пункту 8.2 правил считаются постоянно разрешенными и не требующими каких-либо указаний или инструктажей. И это еще одно яблоко раздора, но опять-таки пока что мы просто сдаем экзамен. Поэтому помните, несмотря ни на что, правила запрещают самовольное производство работ в действующих электроустановках. То есть вроде как можно самому что-то там делать и тут же правила дальше указывают, что самопроизвольно ничего делать в действующих электроустановках нельзя. Распоряжение. Более серьезные работы выполняются согласно распоряжения. распоряжение оформляется письменно в журнальчике и действует в течение одной смены. Если одной смены на завершение работы не хватило, то распоряжение отдается заново. В распоряжении прописывается что, где, когда и кем должно быть сделано. Помните, такая передача была «Что, где, когда». Ну, а если требуются какие-то дополнительные указания по безопасности, то прописываются и они тоже. наряд и с чем его едят – самая плешепроедательная тема. В первую очередь наряд – это два, реже три, экземпляра бумажки специально установленной формы, в которой в строгом порядке указано «Что, где, кто, как и в какой промежуток времени должен сделать». Там куча фамилий и куча подписей. Например, «Электрик А пятого разряда с третьей группой по электробезопасности и «Электрик Б четвертого разряда с третьей группой по электробезопасности в распредустройстве номер десять в шкафу номер четыре должны заменить электропроводку релейной автоматики, но начать они должны только после того, как «Электрик В» отсоеднит питающий кабель, заземлит его концы, повесит замки, вывесит плакаты. Начать вся эта шайка должна такого-то числа во столько-то, а завершить такого-то числа во столько-то. Выдается наряд на срок не более пятнадцати календарных дней. Не рабочих дней, а именно календарных, то есть полмесяца. Если работники в этот срок не уложились, то один раз наряд можно продлить на срок еще пятнадцать календарных дней. Если и этого времени было недостаточно, то тогда наряд выписывается заново. Закрытый наряд, если во время производства работ не было никаких аварий или несчастных случаев, спустя тридцать суток после его хранения может быть уничтожен. Если же какие-то происшествия были, то в таком случае наряд хранится в архиве вместе с материалами расследования. Более подробно мы разберем весь этот кошмар в отдельном ролике. А это пока что было только введение такое. Ну а сейчас изучим, что вообще позволяет нам проводить работы в электроустановках и делать это безопасно. Нашу безопасность обеспечивают организационные и технические мероприятия. Организационные мероприятия это выдача наряда, оформление распоряжения, составление перечня работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации. Кроме того, организационные мероприятия это еще и сам допуск к работе, то есть всякие инструктажи, выдача распоряжений на подготовку рабочего места, надзор во время работы, так, там что кто делает, оформление перерыва в работе, оформление окончания работы, а также, если в том возникает необходимость, оформление перевода на другое рабочее место. То есть организационные мероприятия это по сути всякая бумажно-балабольская фигня. Перед тем, как перейти к техническим мероприятиям, изучим, какие бывают плакатики, которые используются в нашем деле. Во-первых, это плакат с надписью «Не включать работают люди». Назначение его очень простое. Он запрещает воздействовать на то, на чем висит. То есть, если это гнездо для предохранителя, значит, запрещается вставлять предохранитель. Если же это рубильник, то запрещается его поворачивать. Если это же кнопка, то запрещается ее нажимать. Если на работе есть психи, избавьтесь от них. Иначе точно поступит наоборот. Плакат «Заземлено» тоже вывешивается на коммутационном аппарате. Его назначение предупреждать о том, что где-то там, ниже по электрической цепи установлено заземление. Если забыть его снять, искра будет «Будь здоров». Плакат «Работать здесь» вызывает больше всего шуточек. То на смартфон его повесят, то на унитаз, то на диванчик. Но на самом деле смешного мало, поскольку электрооборудование часто отличается только номерами, а внешне 10 шкафов и все равны, как на подбор. Поэтому лучше подготовленное рабочее место дополнительно таким вот плакатиком обозначить, чтобы ремонтники не сомневались. Плакат «Стой напряжение» Вообще висеть он должен чуть ли не везде. Но дополнительно он вывешивается в тех случаях, когда, например, у вас стоят рядом три насоса. Один из них в ремонт, а два других продолжают работать. В цеху может быть шумно, а хорошо отлаженный насос не вибрирует, как этот мобильник. И теоретически ремонтники могут по ошибке залезть на работающий насос вместо того, который к ремонту подготовлен. Ремонтниками разбрасываться не стоит, поэтому два других насоса лучше дополнительно таким вот плакатом обозначить. Есть еще плакат «Не открывать работают люди», но по сути дела он то же самое, что «Не включать работают люди». И плакат «Испытание опасно для жизни». Кипалюги последние не используют, поэтому просто знайте, что им обозначается, когда где-то производится испытание повышенным напряжением. На этом с плакатами все. Кстати, за несанкционированное снятие или перевешивание плаката можно не только лишиться премии, но еще и получить кренделей от целой бригады. Поэтому не вздумайте пошутить. Технические мероприятия. Это уже работа руками. Представьте себе и запомните такую историю. Электрик Вася получил задание подготовить электрический насос к ремонту. Для этого он выключил автоматический выключатель насоса, повесил на язычок автомата замок, повесил туда же плакат «Не включать работают люди», повесил такой же плакат на кнопку включения насоса. Путем замера напряжения убедился в его отсутствии на электродвигателе насоса. Отсоединил от электродвигателя кабель. Заземлил жилы кабеля. Повесил на электродвигатель насоса плакат «Работать здесь». Повесил плакат «Заземлено» на язычок автомата. Опозначил плакатами стой напряжения соседние работающие насосы. И вот только после всего этого бригада ремонтников пошла работать. То есть, что сделал Вася? Он снял напряжение, принял меры, предупреждающие его подачу, заземлил нужные таковедущие части и вывесил где надо соответствующие плакаты. Если коротко, то вот это предложение и описывает то, что такое технические мероприятия. Самое время подытожить, что мы знаем теперь. В описании к этому ролику есть перечень контрольных вопросов. Попробуйте на них поотвечать. Если будут затруднения, то посмотрите ролик еще раз. И напомню, что это была только первая часть нашей подготовки к экзамену по электробезопасности. Тут еще но на этом пока что все. Благодарю за просмотр.